привет мои маленькие любители спирта с вами снова ну ладно привет мои маленькие любители спирта содержащих напитков в частности пиво с вами снова алексей захаренко катя опять пьет за камерой и сегодня я продолжаю до рассказ пиво дам как правильно называется эстрела эстрела дам на прошлый раз рассказал о обычном пиве которая поставляется как в розлив так и бутылочном варианте сегодня расскажу о чуть-чуть необычном пиве это эстрела дам даура вот такая тоже бутылочка очень похожа тоже вот ну как бы здесь только звездочки нет чуть побольше всего написано фишка этого пива в том что она подходит тем кто не употребляет глютен либо по каким-то идеологическим причинам там не употребляет глютен либо тем кто болеет потому что есть такой болезнь сейчас последнее время стали это же как-то проявляться она стала не усваивается глютена глютен это что клейковины которые содержатся во всяких там зернах а пиво сделано из чего правильно из зерен вот то есть в обычном пиве глютен присутствует а в этом пиве не присутствует то есть можно употреблять потому что это заболевание какое-то странное оно лечится тем что надо безглютеновую диету соблюдать очень-очень долго и постепенно постепенно у тебя организм начнет нормально страну может и до этого конечно момент не доживешь тупо потому что очень очень долго может привести к старости вот попробую да да еще раз это стрела дам даура ну вот катя спрашивает а что что-то в составе нет вода ячменный солод рис хмель все алкоголь 5 5 4 экстрасим сначально сусло 13 и 1 ну как бы я не знаю наверно как-то этот глютен из готова уже продукта убирают я не в курсе ребят я сначала думал что это может какой-то маркетинг выход а с другой стороны безалкогольное пиво его же тоже сделали в угоду автолюбителям которые хотят пить пиво сделать безалкогольное пиво до в свое время давным-давно так и да еще с не придумал эту историю по-моему я помню так его специально то есть сделать и здесь тоже но как бы есть если ниши да какая-то людей которые хотят пить пиво ну не могут ну так вот бывает как автолюбители да но с ними попроще они могут потерпеть а вот ребята которые болеют ну чё делать ну вот взяли выпустили в принципе нормально фишка такая ну почему бы нет пиво хорошим солодом алломатом обладает хмель почти не ощущается у меня всяком случае да вот в этом пиве оно такое светленькое видно что нормальный очень интересный такой хороший пивной цвет карбонизирует не очень пузырьки приходится добывать со дна бокала вот но пенка плотно при этом такой в целом нормальный пивас вот единственная фишечка что он поставляется в бутылочках таких 0.33 и может его стоит пить так зато вкус хороший мне нравится такой слегка сладковатый плотненький горьковатый горечь стойкая такая нормальная приятная хмелевая причем она держится то есть не просто так хоп прошла она сейчас есть приятное хорошее хмелевое такое пиво если кому нравится чешские какие-то варианты вот нечто такое в под чехию чем молодцы чего могу сказать я в принципе больше не знаю какой он пиво который бы заботился так об безглютенов вот этих ребятах которые не могут употреблять с другой стороны нефиг употреблять вообще трезвенький еще раз и строила дам даура теперь можно приобрести нормальный пивас пока